Добрый день, дорогие мои! Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас с вами последняя беседа из таких сюжетных бесед. И разговор этот, к сожалению, будет о человеке, который, честно говоря, у меня не вызывает никаких положительных эмоций. Интерес к нему прежде всего следствие определенной напряженности в духовной жизни нашего общества, причем напряженности не очень положительной. Речь идет о Григории Распутине, о человеке, о котором сложено такое количество мифов всяких, что это трудно даже себе представить. Человек, который с одной стороны группа православных граждан пытается заставить русскую православную церковь канонизировать его как общерусского святого. Но надо сказать, что здесь русская православная церковь и высшие иерархи проявляют потрясающую, просто спокойную, взвешенную позицию и достойным вполне образом отвечают таким вот апологетам Григория Распутина. Показательно, что предложение о его канонизации идет обычно в паре с предложением о канонизации еще одного исторического персонажа, Ивана IV. Потому что Иван Грозный, это последний такой мощный правитель, да, из династии Рюриковичей, появление таких личностей всегда свидетельствует о определенном духовном кризисе общества. Это совершенно безусловно. Когда на экранах телевизоров, на страницах газет появляется огромное количество экстрасенсов, магов, астрологов, целителей, а также деятелей, которые занимаются психотерапией в массовых масштабах, это всегда показатель того, что общество больно. И тяжело больно. Вот Григорий Распутин тоже появляется в такой тяжелый момент, и это важный показатель, это личность, вокруг которой сразу возникает определенное такое историческое напряжение. Страна действительно, мы с вами говорили на прошлом встрече, что вышла в число передовых стран, ну не самых развитых, но передовых стран, это безусловно. Это была страна, которая вышла на империалистическую стадию развития. Страна, в которой разрыв между жизнью верхов и жизнью низов была совершенно чудовищной. И именно это и порождало социальное напряжение. И еще раз повторяю, что таким градусником, который показал степень этого напряжения, это и был наш сегодняшний персонаж. Не хочется даже называть его героем. Григорий Распутин, крестьянин, выходец из Тобольской губернии, из небольшого села. Человек, который... О нем разные слухи ходили, такое впечатление, что многие из этих слухов он распускал сам. В 18 лет он вроде бы совершил первое паломничество в монастырь. Некоторые даже поговаривали, что он принял монашеский постриг. На самом деле, я так понимаю, что монашеского обета он не принимал. И вообще, когда заходит речь о Распутине, очень трудно что-то доказывать и очень трудно что-то опровергать. По одной простой причине. Сведения, которые сохранились о нем, невероятно противоречивы. Потом, вот это представление о Распутине закрепилось в связи с выходом очень громкого фильма «Элема Климова. Агония». Где был потрясающий образ Распутина, создан блестящим совершенно актером Петренко. Но, вы знаете, это все-таки мифологические структуры. Беда вся заключается в том, что даже те, кто видел Распутина и общался с ним, оставляют настолько противоречивые сведения о нем, что это просто диву. Даешься профессиональный, кстати сказать, историк и писатель Радзинский свел вместе несколько таких высказываний Распутина. Это просто очень интересно, что представь себе, насколько это разные точки зрения. Он пишет. «Инно загорающийся магнетический взгляд светлых глаз, в которых смотрит не один зрачок, а весь глаз. Глубоко сидящие глаза, долго выдержать его глаза невозможно. И третья цитата – гипнотическая сила, которая светилась в его необыкновенных глазах. А вот дальше все расходятся. Одни пишут – высокий, другие – невысокий, по-крестьянски опрятный, грязный и неряшливый, худой, коренастый, с широкими плечами». Знаете, как описание Воланда, помните, в «Мастере и Маргарите», да, где все свидетели дали разные показания. Певица Биллин, много раз видевшая Распутина, пишет о его гнилых зубах и зловонном дыхании. А писательница Жуковская, весьма близко его знавшая, сообщает, зубы были у него безукоризненные, все до одного целые. А дыхание совершенно свежее, белые хлебные зубы, крепкие, точно звериные. Рот был очень велик, но вместо зубов в нем виделись какие-то черные корешки, это пишет секретарь Распутина. А вот почитатель Распутина Сазонов пишет – крепкие, белые зубы. Вот после этого, как вы понимаете, если переходить к личностным характеристикам, это уж совсем тяжело. Ну, надо сказать, что действительно личность потрясающая. Совершает регулярно паломничество. С 30 лет он постоянно в хождениях, причем он все пешком. Он вплоть до того, что посетяет греческие монастыри пешочком. Он до Атоса доходит, пешком, все нормально, да. Причем почитатели Распутина всегда аккуратно помечают, что к началу посевной он всегда уже приходил домой. То есть он, так сказать, работу свою не бросал. Женат, трое детей, сын две дочки. Как-то во время пахоты ему было видение, явилась Богородица, якобы, которая сказала, что он срочно должен помочь семье государя императора. У него тяжело болеет сын, и все ждут явления вот такого спасителя, коим и считает себя Распутин. Надо сказать, что вообще это было не первое видение у него, о которых он рассказывал. Никто даже толком до сих пор не знает, действительно у него были какие-то видения, что тоже характеризует его вполне определенно, да. Или это то, что он сочиняет. Многие считают Распутина блестящим актером, который начал играть свою роль спасителя и так вжился в эту роль, что не расставался с нею до самого конца. Одно только можно сказать с уверенностью, это человек был незаурядный. В 1905 году он отправляется в Петербург. Тогда же он первый раз знакомится с императорской семьей. С 1907 года он становится другом семьи. Что тут происходит, сказать очень трудно, потому что, ну, во-первых, конечно, все, как правило, ссылаются на то, что действительно он мог помочь цесаревичу Алексею в борьбе с тяжелейшей болезнью этого мальчика. Как вы знаете, он страдал гемофилией, несвертываемостью крови, которую он получил наследство своей матери. То есть это генетическое заболевание, заболевание очень тяжелое, когда малейшая травма грозит просто летальным исходом. Старец вроде бы помогает ему, причем, надо сказать, что его неохотно сначала пускают в царскую семью. Императрица настаивает. Николай не очень любил этого человека, он не хотел, чтобы он приходил, но в то же время вынужден был согласиться с императрицей, поскольку, ну, это была еще какая-то надежда. И тут, понимаете, возникает очень такая сложная проблема. Проблема, которая касается вообще царской семьи, последнего императора нашего. Это проблема, когда личностные качества этих людей могут быть очень неплохими. Понимаете, наверное, Николай II был по духу очень неплохим человеком. Вполне может быть, не знаю. Беда только в одном. Понимаете, хороший человек – это не профессия. И если человек начинает управлять такой страной, и от его слова зависит все, вот это уже становится трагедией. Можно от всей души пожалеть несчастных родителей, которые цеплялись за любую соломинку для того, чтобы спасти своего ребенка. Беда, если эта соломинка была пагубной для государства в целом. Понимаете, вот здесь вот есть такая неприятная сторона в судьбе каждого правителя, его личностные качества, его качество как управленца, или, как сейчас говорят, менеджера, да? Это разные вещи. Разные вещи. И здесь, к сожалению, мы сталкиваемся с очень неприятной ситуацией, когда появление вот такого человека рядом с царской семьей самым негативным образом сказывается на жизни общества в целом. Апологеты Распутина говорят, что он действительно был глубоко верующим человеком, что он действительно обладал экстрасенсорными возможностями, что это был действительно святой, подвижник, старец. Ну, может быть и так. Хотя, вы знаете, был такой вот критерий. Я занимаюсь больше древнерусской культурой и знаю это достаточно хорошо. Критерий для определения ложных пророков. Вот вы извините, я уж этот критерий здесь применю. Ложный пророк не может предсказать свою собственную судьбу. Вот по этим критериям это абсолютно точно ложный пророк. Абсолютно точно. Свою судьбу он предсказать точно не мог. Хотя там приводят обычно завещания Распутина, где он пишет, что если его убьют крестьяне, это будет одно. Если его убьют дворяне, это будет другое. Если кто-то будет из царской семьи, то тогда все это смерть всей царской семьи. Но, вы знаете, это больше похоже не на предсказание, а на такую угрозу скрытую. Да. Потому что Распутин-то хорошо знал, как к нему относятся. А к нему очень многие члены царской семьи относились резко негативно. Человек, о котором ходили просто легенды. Причем легенды самого разного свойства. Да, наверное, он очень многим помогал. Не исключено. Он действительно помогал и просил за кого-то. Хотя, если вы почитаете, это все опубликованные материалы, его записки, его телеграммы. Но если записки вы посмотрите, а еще фоксимильное воспроизведение, вы увидите, что это малограмотный мужик, который с трудом пишет. Абсолютно невнятные по содержанию записки. Причем ничего по сути там нет. Там просто записана просьба помочь. В чем помочь, что надо сделать, это не так важно. Важно только одно. Он очень заинтересован в том, чтобы эта просьба была выполнена. И все. Ходили легенды о его, как бы это сказать помягче, рассеянной жизни в Петербурге. Потому что дом его на Горохова, это такой был притон самый настоящий. За ним, кстати сказать, было установлено постоянное наружное наблюдение. Его охраняли как царствующую особу. Отчеты писались регулярно. И надо сказать, что человек, отвечавший за личную охрану Распутина, он оставил очень интересные записки. Он опроверг очень многие из мифов, которые сложились вокруг Распутина. Но в то же время он сам пишет о том, что это были постоянные сходки, на которых выпивалось изрядное количество спиртного. Чаще всего это кончалось скандалами, драками, безобразным совершенно поведением самого Распутина и его окружения. И это лучшее подтверждение тому, что это так и было. Аполлодеты Распутина пытаются ссылаться на то, что данные наружного наблюдения сфальсифицированы. И тут надо сказать, что есть один очень интересный документ. Я потом хотя бы кусочки его процитирую, потому что этот документ очень важный с разных сторон. Это точка зрения не светского исследователя, это точка зрения не Аполлодета Распутина, а это официальное приложение на Архиерейском соборе к решению этого собора об отказе в канонизации Григория Распутина. Есть такой документ. Он, кстати сказать, тоже в свободном доступе. Это достаточно солидный документ по объему. И очень точно выдержанный с источниковеческой точки зрения, с исторической точки зрения. Я еще раз повторяю, что в данном вопросе русская православная церковь просто очень аккуратно решает эту проблему. Взвешено, спокойно, без всякой ажиотации. Это приложение номер 4 к докладу митрополита Крутицкого и Коломенского ювеналия, председателя Синодальной комиссии по канонизации святых. Вопрос о канонизации царя Ивана Грозного и Григория Распутина. Надо сказать, что даже они ссылаются на данные исследователей, которые подтверждают. А у нас есть специалисты, которые рассматривали вопрос о подлинности, скажем, жандармское управление, тайная полиция в это время делает огромное количество всяких фальсифицированных документов. Иногда бывает очень непросто разобраться, потому что, если вы знаете, провокаторы были во всех партиях практически, да, оппозиционных, были провокаторы очень глубоко законспирированы, когда только начальник тайной полиции знал человека, который будет сдавать своих и, значит, работать с правительством. Дело доходило до смешного, или трагичного, я уж не знаю, когда такой член партии СРФ Бурцев, сопоставляя некоторые данные, пришел к очень интересному выводу, что руководитель боевиков АЗФ является сотрудником тайной полиции и тайным агентом. Ему не поверили. Дело дошло до того, что Центральный комитет партии СРФ устраил судебный процесс, на котором присутствовали и Бурцев, и АЗФ. И было сказано, что тот из них, кто проигрывает этот процесс, уходит из этой жизни просто-напросто. Бурцеву удалось найти свидетеля, который видел, как АЗФ сдал своих людей охранке. Все были так потрясены. Это АЗФ, который совершал террористические акты, который руководил группой боевиков. Его знал всего один человек в тайной полиции. Раскрыли. Были подложные документы, они находятся в архивах, они анализируются. Ни одного документа, связанного с наружным наблюдением по Распутину, судя по всему, не подделом. Это все точные свидетельства тех безобразий, которые совершались в жилищу старца. Надо сказать, что вот в этом самом документе, в приложении к докладу митрополита Ювеналя, говорится также о том, что, а там они собрали огромное количество сведений, они обращают внимание на то, что даже те священники, которые были связаны с Распутиным, а у Распутина очень сложные отношения были с русской православной церковью, очень сложные. Против него начинались следственные дела в Тобольской губернии в 1907 году, потом еще одно дело было заведено по тому же самому вопросу, уже после того, как он укрепился, так сказать, в царской семье. Его обвиняли в том, что он примыкал к секте хлыстов или к какому-то близкому направлению, и чуть ли не руководил ею. Первый раз дело закрыли, второй раз признали, что он настоящий христианин и человек, который проводил следствие тут же, буквально в следующий год, из Тобольска уехал и стал третьим лицом в русской православной церкви. То есть он сразу получил повышение. А именно в этом обвиняли Распутина, что он через царя начинает манипулировать не только министерскими должностями, но и церковными должностями. Так вот, даже те деятели церкви, которые были связаны с Распутиным, никогда не афишировали эту связь. Они стеснялись ее. Даже те люди, которым он помогал, никогда не опровергали слухов о безобразиях Распутина. Это тоже очень важный показатель. Понимаете, люди, которым он делал добро вроде бы, они не становились на его защиту. Судя по всему, личность, конечно, не самая светлая, мягко говоря. Но я еще раз повторяю, что это трагедия, потому что это человек, который оказался около первого лица в государстве, который принимал решение. Плохо, если таким лицом оказывается какой-то спаситель отечества типа Распутина. Понимаете, если это не профессионал-управленец, а у нас ведь были и такие профессионалы-управленцы, скажем, тот же самый Сергей Юрьевич Витте, блестящий совершенно управленец, или тот же самый Столыпин, это, конечно, трагедия. Это трагедия для государства, это трагедия для народа. В конце концов, с Распутиным связывали такое количество всяких неприятностей в царской семье и дискредитацию царской семьи в глазах общественности, что люди, приближенные к царю, составляют заговор. Но, надо сказать, что апологеты Распутина говорят, что это масонский заговор, это вот масоны и люди, которые были сбиты с праведного пути масонами, именно они захотели расправиться с представителем, так сказать, национальных низов, вот этого истинного человека из народа Распутина, так его характеризовала императрица, которая, как вы знаете, была немкой и очень хорошо разбиралась в своем народе. Так-то вообще говорят, что да, обычный человек, умный, умный мужик, пользующийся своим положением, вот человек, который в случае, что называется, но сказать, что это какая-то экстраординарная личность, нет, обычный мужик, обычный мужик. Что касается масонов, Русская Православная Церковь тоже тут поставила свою точку, она сказала, что документы о масонах в начале века настолько противоречивы, что им можно переписать все, что угодно. Было бы только желание. Но, если мы с вами посмотрим, это не люди, которые хотят устранить императорскую семью от власти, они не хотят уничтожить империю, там представитель, кстати, и великокняжеской семьи есть среди заговорщиков. Нет, это то же самое Пуришкевич, крайне правонасстроенный человек, антиреволюционер точно уж совершенно. Это Юсупов, женатый на племяннице государя-императора. Они составляют заговор, и этот заговор приводят в исполнение. Повод для того, чтобы пригласить Распутина к Юсупову, чтобы там его убить. Сам повод показателем. Они хотят его познакомить с первой красавицей Петербурга. И тот с удовольствием приходит. С удовольствием приходит. Оставляет всю охрану, то есть никаких проблем нет. То угощение, которое ему готовят, а заговорщики, они хорошо подготовились к этому, они, значит, решили его отравить цианистым калием. Калий, они, цианистые, значит, бросают в вино, в Мадеру, плюс к этому еще в пирожные. Любитель был большой, ну, как вы понимаете, постник великий, подвижник. Причем приглашают явно на тайное свидание. Идет, идет. Они решают на всякий случай. Юсупов берет браунинг, есть замечательные совершенно воспоминания Пуришкевича, Владимир Митрофанович Пуришкевич, он вел дневник, и он описывает все события перед вот этим самым роковым днем. И потом на следующий день после убийства он описывает, как это все было, в подробностях расписывает. Совершенно запредельная картина. Вот уж, когда действительно перенервничали, стало плохо всем буквально. Ну, во-первых, договорились, что поставят граммофон, музыка, вроде бы там, значит, какое-то общество а пока он будет угощаться пирожными, значит, вино пить, причем до этого заговорщики сами едят пирожные, чтобы было видно, что пирожные надкусаны, значит, там куски какие-то съедены, а после этого уже туда добавляют цианисты калий. Приходят, ждут, и Пуришкевич описывает тоже все в подробностях Юсупов, должен напоить Распутина отравленным вином, дать ему пирожное, и, значит, ну, цианисты калий, извините, секундное дело. Для начала все не удается, потому что идет долгий разговор, и не слышно, чтобы разливали вино. Юсупов через какое-то время приходит и говорит, я не знаю, что делать, он, значит, ждет все, когда эта дама спустится, он не хочет пить. В конце концов, через какое-то время пьет, ест пирожные, Юсупов прибегает и говорит, я не знаю, что делать, он съел три пирожных, выпил два бокала вина, и ничего. Заговорщики просто в ужасе. В конце концов, кончается тем, что Юсупов говорит, он берет пистолет, слышится выстрел, спускается вниз, зажигает свет, действительно лежит Распутин в агонии, глаза закатились, значит, скребет руками пол, его решают перенести с медвежьей шкуры, которая лежала, чтобы он кровью не запачкал, крови нет. Внутреннее кровоизлияние, видимо, но понимаешь, что все уже, конец. И через какое-то время Пуришкевич, значит, говорит, что я был просто в ужасе, когда увидел эту картину, я бы не поверил своим глазам. Он вдруг увидел, как этот самый организировавший только что Распутин, бежит по снегу, причем достаточно быстро, крича, что он все матушке скажет, то есть императрице. Они понимают, что дело совсем плохо, гонятся за ним, стреляют. Потом было обнаружено 8 пулевых ранений. 8 пулевых ранений. Когда он падает, он еще жив, его бьют кастетом по голове. Юсупов начинает бить его ногами, бить кастетом, его с трудом оттаскивают, потому что он просто уже вне себя от ярости, экстремальная ситуация. Связывают и бросают его под лед Малой Невки. Вскрытие показало, что Распутин захлебнулся. Он был еще жив. Причем, что интересно, сам Пуришкевич пишет о том, что он развязался, когда его везли к Невки. У него одна рука уже была освобождена от веревок. Потрясающая совершенно вещь. Что интересно, государь-император, зная, кто это сделал, отдает распоряжение следствия прекратить. Убирают Распутина в декабре 16-го года до конца власти царствующей династии осталось два месяца. Подходит к концу трехсотлетнее правление дома Романовых. Подходит к концу существования Российской империи. Об этом пока еще никто не знает. Но вскоре все станет на свои места. Точнее сказать, все сдвинется со своих мест. Но это уже совсем другая история. Это история другого государства. Это история другого в какой-то степени народа. Это история, которая будет связана с другими мировыми событиями. А пока мы с вами завершаем вот этот вот цикл. И следующие лекции это будут лекции о том, как история России вписывается в мировую историю. Как история мировая влияет на историю России. И что такое история в целом. В таком широком аспекте. Но об этом уже вам расскажет Наталья Ивановна Басовская. А вам спасибо за внимание и всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова